Секрет моего успеха в том, что меня окружали верные друзья, которые потом стали моими партнерами. На самом деле, я и двое моих друзей, мы спортсмены. Один из нас, он в бизнесе очень так тоже пробовал себя, у него получалось. Но что-то не срослось. А другой спортсмен, ну и мы как-то решили, что-то давно пора уже открывать, что-то как-то развиваться, чтобы было что-то свое. Думали, что можно сделать, как можно сделать. Не было идей вначале никаких, даже заносило в сетевой маркетинг было такое. Я сильнее скажу, не просто не было мыслей, вариантов, не было еще и даже денег. То есть я абсолютно из простой семьи, ребята тоже достаточно простые, не было такого начального капитала. В итоге получилось, что поехали, решили на первой заморозке искупаться на природе. На самом деле, просто решили залезть в воду, искупаться, проверить как-то себя, может быть. Я искупался и меня, ну как осенило. Идея пришла, потому что мы занимаемся спортом, и экипировка – это вообще вопрос номер один. Или доставка, потому что часто хочешь что-то купить, а этого нет. Но прежде всего мы приехали в офис Гринхилла на аэропорте, зашли туда, и нас встретил менеджер Николай Иванович. Сколько я помню, мы вторая серия и говорим, мы открыли интернет-магазин, мы хотим с вами сотрудничать. Мы попали просто в точку. Все абсолютно было с нуля, было много вопросов, и даже не было понимания, как их решить. Но, опять же, о чем я говорил в начале, команда вообще помогает. И Виталик, и Николай, они совершали гигантский объем работы. В начале поставки маленький, то есть фактически там штучный товар идет. Затем постепенно объемы вырастают, и, конечно, основная задача была – это все четко не перепутать, все согласовать, привезти, увезти, доставить. Но все это, конечно, играет роль, и ребята справлялись с этим замечательно. Иногда складывается ощущение, что Гриндхилл придумал спортсмен, и, естественно, для спортсменов она просто идеально как бы подходит. Здесь даже вариантов нет никаких. Конечно, здорово было открыто в школе карате. И я ее вижу как минимум как отдельный зал, очень просторная, удобная. Мне хочется воспитать здоровое поколение. Причем здоровое не только в теле, но и в мозгах, потому что сейчас мир меняется действительно быстро. Нельзя говорить, что стало хуже или лучше, но дети сейчас другие. Другие дети, значит, через которые какое-то время они вырастут, и они будут уже другими взрослыми. Конечно, самая большая мечта тренера – это воспитать чемпионов на кубикате. Есть люди, которые живут много лет, и не определяются не только какой бизнес вывод, но просто не определяются по жизни. Поэтому здесь, конечно, нужно чувствовать себя внутри, и попытаться, по крайней мере, договориться с самим собой, что ли, вот так. Потому что внутри должно быть ощущение того, что ты хочешь. И если ты делаешь то, что ты хочешь, ты счастливый человек, и у тебя получится. А сейчас как я занимаюсь ведомым делом. Субтитры сделал DimaTorzok